Пожалуйста, стихотворение «Скрипка». Да, это из книжки Валовна. Посвящается это замечательному поэту, как его считают не все хорошим поэтом. Человек очень трудный из судьбы. Нам угрожает. Он старше меня. Я помню, как Борис Луцкий, замечательный поэт этого поколения, который считал себя моим ментором, когда хотел меня поставить на место, кричал, из дерьма свои стики складываешь, из песка не хочешь со словом работать, не умеешь учить у Андрюши Вознесенского, как надо работать со словом, а не научишься, так коржавину и помрешь. А я уже тогда, Вознесенского относился, спокойно, а коржавину любил. Особенно вот замечательное стихотворение, посвященное русским женщинам. Столетие промчалось и снова, как в тот незаметный год, когда на скаку остановит, в горящую избу войдет. Ей жизнь бы хотелось иначе, одеть подвенечный наряд, но конец скачет и скачет, а из нагорят и грязь. Потрясающе, да? Вот, я писал, он еще является автором замечательной песни, которая, это самое, о том, что я представляю, на Филингерцена, и какая там, какая сука разбудила Ленина, и кому мешало, что ребенок спит. Вот, и качается, не зря мы ходим за спорными мордами, вы видите тех, кто не доспал свое. Вот, и так далее. Вот, и я встретил бы такое стихотворение, грустное, «Мне, я же, колония, когда законная слякоть под тучей завязит свечу, и скрипка, как женщина, с плачем к мужскому прижмется плечу, в холодной, пустынной квартире, где в окна случатся ветра. Такое слышишь, мотивить чего я не слышал. Вчера дороги седые от пыли, крутая волна под винтом. Мы в юности трубы любили, гитару любили потом. На выстревших снимках остались черты молодого лица, а скрипка приходится от старости и будет с тобой до конца. Мне жить бы хотелось иначе, весело вернуть себе вид, но в скрипках все плачет и плачет, а сердце болит и болит.